Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 июня и сегодня еще одна тема про огурцы. Я вот последние дни очень много говорила про огурцы. Насколько бы мы ни говорили, темы не иссякают. Про огурцы можно так же долго, бесконечно говорить, как и про томаты. Потому что у начинающих огородников очень много возникает проблем и с огурцами. Вот сейчас часто пишут, когда начался вот такой период плодообразования, пишут, почему завязи на огурцах появляются, но потом замирают в росте, желтеют и отваливаются. Ведь они сначала, ну как, вот такие маленькие, через день придешь, он уже вот такой, завтра придешь, он уже должен быть большой. А некоторые действительно зацветают и потихоньку-потихоньку угасают, зажелтеют и упадут. Тут причин может быть несколько. Я сейчас вам объясню, что это зависит от фазы развития растения. Если, вот когда в самом-самом начале я говорила, что некоторые ослепляют четыре первых нижних пазухи, в то время, когда растение еще маленькое, листовой аппарат еще недостаточно сформирован, а завязи уже появились и они могут погубить растение, материнский куст могут высосать весь. Люди даже специально отщипывают эти завязи. И если не отщипнуть, то растение иногда само сбрасывает, но оно, вероятно, чувствует, что недостаточно вот этой вегетативной массы, и оно не вытянет этих зародышей своих завязей, и поэтому оно прекращает снабжать их, и они засыхают, отваливаются. Но вот специалисты объясняют это недостаточной силой, ведь мы знаем, что все питательные вещества в огурце, так же, как в томате, перерабатываются в листьях, вот в этих огромных, чем больше, чем красивее листья у огурцов, тем, значит, благополучнее его жизнь. Вот огромные, огромнейшие вот эти листья, я прям удивляюсь, они вымахали такие здоровые, и значит, у них будет много сил и на этого огурца, и на этого, и вот следующие уже цветут, они не отваливаются, они все целые. Но когда огурец маленький, он может сам сбросить эти завязи. Совсем другая ситуация, когда вот на большом, пишут многие, взрослые растения, много листьев, все, казалось бы, сам Бог велел выращивать огурцы, а завязи ссыхают и отваливаются. Это совсем другая причина и другая ситуация. Я не могу сказать про каждый ваш отдельно живущий где-то там огурец, но всегда специалисты указывают, что, скорее всего, самая частая причина – это калийный голод. То есть растению не хватает калия. Калий необходим огурцам. Если вы не будете делать калийные подкормки, вы никогда не дождетесь богатого урожая, половина завязи обычно засыхают, отваливаются. Ну все. Ему, огурцу, конечно, требуется немало различных микро-макроэлементов, но именно калий называют самым необходимым в период роста и вот такого активного плодоношения, когда вот эти молоденькие огурчики, нужен именно калий. Ну вот признак калийного голодания – это желтая кромочка по листьям. Ну, к сожалению, я вам не могу пример показать у меня, потому что нет желтой кромочки. Я всегда, я говорила вам, что при высадке добавляла золу, и вот недавно я показывала ленивая подкормка, присыпала приствольный вот этот круг прикорневой золой. Это вот и считается зола, это народное средство именно по подкормке калийной. Я показать не могу, но вы в таблицах можете посмотреть, что вот желтая каемочка, некротическое отмирание краешков листа – это калийное голодание. Еще одним из признаков калийного голодания называют, именно засыхание, вот это вот отмирание молодых завязей. И так как я уже рассказывала вот об этой ленивой подкормке, когда я опудривала золой, вы уже поняли, что одним из средств, как подкормить огурцы калием – это зола. И я в то время говорила, что можно делать сухие подкормки, можно делать мокрые подкормки, но сухие подкормки – это просто вот я припудривала, припудрила, потом порыхлила, все. Это называется сухая подкормка, ленивая. Но если не ленивая, то можно взять пятилитровую баклашу, добавить туда литровую банку золы, настоять сутки, потом вот это все сцедить и один литр вот этого маточного раствора на ведро воды и по литру под корень. Обычно вот таких зольных подкормок бывает достаточно для того, чтобы растения как насытились калием и чтобы не стали отпадать завязи. Но если нет золы, ведь не у всех есть зола, если нет золы, можно применить тот же самый калий серно-кислый, которым мы подкармливаем томаты. Я в начале сезона, помните, говорила, я делала вытяжку из суперфосфата и калий серно-кислый. 10 грамм серно-кислого калия разводите в ведре воды и также по 1 литру на растение. Все, 1 грамм калия серно-кислого получит растение, этого достаточно, 2-3 подкормки за сезон и у вас ситуация может выправиться. Важно только все это сделать именно в период плодообразования, не когда у вас уже целые... Еще хотела показать, я вот была, как говорила, что в магазине недавно, позавчера, увидела еще вот такую новинку, прочитала, что вот такие опрыскивания, они помогают тоже, ну как растению, ну короче, избавиться от голода калия. Вот, так что если вы придете в магазин, ну все живем в разных регионах, у кого-то одно средство, у кого-то другое, просто спросите у продавца какое-нибудь средство, которое может дать растениям калий. Калий можно взять, ну в любой форме, там есть вот это вот, например, био, написано, что биопрепарат, микробиологическое удобрение, экологическое земледелие, это значит совершенно безвредный, чистый препарат, и на огурцах его применять можно. Сама еще не пробовала, это новинка, попробую вот как-нибудь побрызгаю, не знаю, я, конечно, изолой присыпаю и все. Короче, если ответить на вопрос, почему молодые завязи засыхают, желтеют, отваливаются, то я бы ответила так, что если растения взрослые уже, и аппарат листовой у них развит нормально, но завязи все равно, несмотря на это, засыхают, желтеют и отваливаются, значит растению не хватает калия, и вам нужно делать калийную подкормку срочно, или народными средствами, вот как золой, или вот такими минеральными удобрениями, как калий сернокислый, или вот такими биологическими какими-то удобрениями, какие найдете в любом виде, но чтобы растение ваше, огурец, получило калий. Если вы это не сделаете вовремя, плоды потом, вот по таблице, если смотреть, калийное голодание, плоды могут горчить, могут быть крючком, грушевидные какие-то, короче, они будут уродливой формы, и на вкус не очень приятные, с горчинкой. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это снова про огурцы. В качестве дополнения, решила еще вот на 2 секунды удлинить видео, нашла таблицу признаки недостатков макро-микроэлементов, и вот здесь про калий, я сейчас вам быстренько прочитаю, тут еще другие есть рецепты, которые, возможно, мои кому-то не подойдут, может быть, воспользуются вот с интернета. Недостаток в почве калия сказывается на урожае, плодов мало, низкого качества, прирост плетей большой, но завязей на них нет, листья приобретают темно-зеленую окраску, на них появляется желтая сухая каемка. Вот про каему я говорила, кусты можно подкармливать тремя способами, но тут еще один рецепт золы, уже другой, в 10 литрах воды 2 стакана золы настоять, потом воспользоваться раствором калийной соли, но это я говорила про калий серно-кислый, можно калий серно-кислый, можно любой, это называются калийные соли. Вот для его приготовления в ведре воды размешать 3 столовые ложки удобрения, но, к сожалению, здесь не написано, поскольку наливать, но все равно можете воспользоваться этим рецептом, и берут еще калий, калий-магнезию, готовят 1-3% раствор, можно вносить прямо в почву по 20 грамм на метр квадратный, делать это несколько раз на протяжении лета. Все, берите любой из рецептов, или какой говорила я, или какой вот здесь вот напечатан в таблице нехватки микроэлементов, любыми способами нужно калием огурец подкармливать. Продолжение следует...